Псалом 104. Аллилуйя. И этот псалом призывает прославлять Бога всяческих, что показывает и самое надписание его. Аллилуйя. Что значит «хвалите Господа». Здесь воспоминания обетования, данные Богом, патриархам, и благо, которые ради них даны были их потомкам. Воспоминания о том и другом должно было возбудить и поощрить тех, которые были удостоены стольких благодеяний, кревности о добродетели прадцев. А в то же время новый народ этим псалмом поучается, что Господь не был несправедлив к тому неблагодарному народу, лишив его своего благоволения. Так как евреи носили имя народа Божие и пользовались благоволением Божиим, то впоследствии оказалось совершенно лишились его. То эти псалмы научают всех людей, сколько благодеяний оказал им Господь, и как неблагодарны остались они за эти благодеяния, чтобы отсюда все могли убедиться в справедливости понесенного ими осуждения. И, видя возмездие за неблагодарность, не решались бы идти по одному с ними пути, но держались бы на пути правом. Слово «Аллилуйя» при переводе дают значение «хвала Богу Ио», а «Ио» и евреи оставили без перевода в качестве как бы имени Божьей. Итак, «Аллилуйя» стоит во главе этого псалма, и все его содержание направляет к словословию, в честь Бога. Притом настоящий псалм оказывается первым в ряду имеющих надписание «Аллилуйя». И я думаю, что это надписание имеет в силу своего особенного характера сравнительно с другими псалмами и песнями. И по всему мне кажется, что эти псалмы составляют гимны и похвалу в честь Бога. Так оно и должно быть, потому что «Аллилуйя» в переводе значит «хвалите Бога». И что они не сопровождались игрой на псалтире и не назначались для пения, но сами по себе составляли гимны и похвалу, описывая благодеяния Божии людям. Псалом 104. Исповедайтесь Господу и призывайте имя Его. Славьте Господа! В этом псалме Дух Святой внушает святым апостолам возвестить народу из язычников все чудеса, какие сотворил свое пришествие на землю Господь. Призывайте, значит проповедуйте, это выражение призывает возносить Богу благодарственное песнопение и рассказывать о божественных чудесах. Возвестите в народах дела Его. Возвещайте. Явно и очевидно, что здесь имеется в виду польза не иудеев только, но и всех язычников. Воспойте Ему и пойте Ему. Поведайте о всех чудесах Его. Воспойте, обращая свои уста к произнесению гимнов. Пойте, понимая то, что воспеваете, благодарите Его гимнами, песнопениями, а тех, кто не знает сотворенных им чудес, научите. Хвалитесь именем Его святым. Акила вместо «хвалитесь» поставил «гордитесь». Здесь предлагается увещание гордиться не богатством, не силой, не властью, но полагать свою гордость в познании Бога и в Его мудрости. Это советовал и божественный апостол. Хвалящийся, он говорит, хвалить Господу. 1 Коринфянам 1.31 Об этом говорила и мудрейшая Анна, да не хвалится премудрой премудростью своею. 1 Царств 2.10 Да возвеселится сердце ищущих Господа. Начав с исповедания, псалмопевец зашел до веселья. В самом деле, начало преуспеяния заключается в исповедании своих грехов. И в добрых плодах покаяния, по слову пророка, сотворите достойный плод покаяния. Тогда мы будем иметь смелость призывать имя Его и удостоимся даров Его, наставляя и других в том, что сами знаем. Потом, удостоившись радости о Боге, мы будем в состоянии воспевать и прославлять Его. И, наконец, изъяснять тайны Божественного Писания. Потому что в этом заключаются Его чудеса. Тогда-то, достигши всего этого, мы будем похваляться именем Его. Итак, надежда на Бога имеет своим плодом радость. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. И, научая, как нужно делать это, Он прибавил. Ищите лица Его всегда. Не раз или два. Но в течение всей жизни должно искать помощи свыше и пользоваться ею. Ищущие, таким образом, будут неодолимы и непобедимы. Просите, и дастся вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Что значит искать? Постоянно иметь в мысли. Ищущий постоянно обращает свой ум на то, чего ищет. Пророк и побуждает тех, кто будет проповедовать язычникам, постоянно искать Господа. И это должно было укрепить их. Так что, будучи слабыми, для того, чтобы исполнять повеления, они, однако, могли проповедовать всем. И грекам, и варварам, согласно словам, Господь даст глагол благовествующим силы и многою. Солом 67, 12. Увещание же постоянно искать противополагается требованию закона Моисеева три раза в течение года являться пред лице Господне. Паразаконие 16, 16. Но как Самуил по истории, служа в скине и сведении, видел лицо Божие, так преуспевающе всегда в исследовании догматов и совершении добродетели, постоянно ищут лица его, желая чистым умом увидеть того, кто есть образ ипостаси отчей, образ Бога невидимого, почему тот, кто видит его, тотчас видит и отца. Воспоминайте чудеса его, которые сотворил, знамения его и суды уст его, 752. Не предавайте, говорит Солом Апевис, забвение, несказанные чудеса, которые сотворил Господь. Судьбами или судами назвал здесь чудеса, сотворенные Богом по суду справедливости. Так как потом он рассказывает о чудесах, сотворенных в Египте, то здесь заранее указывает на справедливость понесенного египтянами наказания. У стажа есть слово его, так как оно возвещало приговоры праведного суда законодателя и правителя. И мне кажется, что он говорит здесь о законах, управляющих небом, землей, морем, действующих в областях подземной и поднебесной. Ведь не один человек получил от него закон, но и все видимое. Море, чтобы не выходить из своих пределов, горы стоять твердо, земля быть неподвижной. И подобным образом все управляется своими собственными законами. И все это по повелению Творца. Вы, семя Авраама, воробы его, сыны Якова, избранные его. Оба названия относятся к одним и тем же. С одной стороны, как к потомкам, с другой, как к сынам по усвоению. Избранными назвал их как народ, призванный Богом предпочтительно перед всеми народами. Что подтверждается и в последующем. Не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те, которые есть семя Авраама, его чада. И Спаситель говорил, знай, что вы семя Авраама. И потом, если бы были вы дети Авраама, то дела Авраама делали бы. Значит, одни только семя, а другие же вместе с тем подражатели дел. Действительные сыны и избранники. Последнего не сказал о семени. Его назвал только рабами. Оба настоящие названия относятся к ученикам Христовым. Потому что они были тем и другим. И рабами, как семя, и избранными, как сыны. Что видно из слов. Я избрал двенадцать апостолов. А также, не двенадцать ли я избрал, А преимущества избранных ты поймешь из того, что много званых, но мало избранных. Он Господь Бог наш, по всей земле суды его. Один и тот же, будучи Богом и Господом всех, И владычествой над всей вселенной, Наименовал их своим народом, Почему и приказал возвестить судьбы уз его, Так как все подлежат суду его, и не только иудеев, Но и всех удостоил он избрания. Иной сказал бы, что промысл Бога нашего устрояет весь мир по божественным судам. Вечно помнит завет свой, Слово которое заповедал с тысячу родов. Это обозначает постоянство и непреложность обетований, данных Аврааму. Конечно, это не гибербола, как некоторые приняли, Но истинное и божественное слово. Аврааму обещал Бог всяческих, Что о семени его благословлятся все народы. Семенем же его по плоти был Владыка Христос, Который в то же время и имеет вечную державу и царство неприходящее. На это и указывают упоминания о тысяче родов, Потому что это выражение не означает числа лет, Но множество поколений указывает на неизвестность и вечность, Или даже на бесчисленность в единстве, Как, например, тысячи, Или опять «Благо мне приближаться к закону твоему, Закон твой лучше для меня тысяч золота и серебра, Который завещал Аврааму и клятву свою Исаака, И поставил Иоякову в повеление Израилю в завет вечный». А об этой клятве упоминает великий Моисей, Сказав, говорит он Бог Аврааму, «Мною самим клянусь, Воистину благословляя, благословлю тебя, И умножаю мною же семя твое, Как звезды небесные, И благословлятся в семье твоем Все народы земные». Бытие 22.16. Эту клятву он возобновил Исааку, И согласно с нею утверждает свой завет с Иаковом. И, конечно, он исполняет этот завет свой. Через Моисея он освободил потомков тех Из рабства египетского, Через Иисуса Новина ввел их в землю обетованную, А окончательное исполнение обетования Совершил через владыку Христа, Говоря, «Тебе дам землю ханаамскую В удел наследия вашего». Названием уже землямерная ветвь, Обозначил обладание землей, Потому что измеряет землю – Это дело владельца. Когда их было еще мало числом, Очень мало, и они были пришельцами в ней. Это говорит, обещал он отцам, Когда они были весьма немногочисленны. А силе обещавшего свидетельствует то, Что и столь малочисленным Он мог доставить обладание такой землей. Он обещал Аврааму, Исааку и Иакову, Что будучи тогда немногочисленными, Они умножатся, как звезды небесные, И как песок на берегу моря, И доставят благословение всем племенам земным. И что вместо того, чтобы им быть пришельцами В земле ханаамской, Он сделает их господами ее. То и другое исполнилось на их потомков, Которые умножились числом, подобно песку. А когда язычники получили благословение Осемене Авраамам, То и они умножились, как звезды небесные. Тогда и было сказано, Которые, как светило сияете в мире, Содержа слово жизни. И переходили от народа к народу, Из царства к иному племени. Патриархи оставались пришельцами И не основывались ни на одном месте. Но то жили здесь, То переносили свои палатки в другое место. По царствам, разумеется, здесь Египет, По выходе из которого они встретились С народами ханаамскими. И тогда никому не позволял обижать их И возбранял о них царям. Он показал их сильнее тех, Которые пытались обидеть их. Не прикасайтесь к помазанным моим И пророкам моим. Не делайте зла. Справедливость постигшего потомков Авраама Отвержение подтверждается и тем, Что они не устыдились благодеяния, Оказанные их предкам. Между тем эти благодеяния Принесли пользу даже язычникам. В самом деле, правоцы их, говорит, Будучи весьма малочисленными и пришельцами, При господствовавшей тогда враждебности Между народами и жестокости властителей, Безопасно совершали свои путешествия Под покровом промысла Божия. Так Авраам из земли Халдейской Переселился в Ханаан из Палестины в Египет И оттуда в Герары, Где после него обитал Исаак. И Яков из Палестины переселился в Египет. И Моисей описывает, как Бог не потерпел, Чтобы они были обижены, Вразумив о них царей. Так фараона он удержал великими И ужасными угрозами от захвата Сарры, Жены Аврамовой. Так Авимелеха он устрашил ночью, Говоря, Ты умрешь за жену. Бытие 23 Так тогдашним обитателям Палестины Он внушил уважение к Исааку. Так Лавану он угрожал. Берегись, не говори Якову от рука моему зла. Пратцев называет Господь помазанниками, Не потому что они помазаны Елеем, Но потому что они были избранниками. Авраама же Бог назвал и пророком. Ныне возврати жену мужу, Ибо он пророк, и помолится тебе, И ты будешь жив. Бытие 27 Или может быть называет помазанниками, Как получивших невидимое помазание духа. А что сам он говорил с ними, Это показывает его слова. Авраам, отец ваш, рад был бы, Если бы увидел день мой, И увидел и возрадовался. Иоанн 8, 56 Когда же он увидел? Когда, подняв глаза свои, И увидел Бога, Стоящего перед ним у дуба мамврийского. О чем именно Писание сказало? Явился Бог Аврааму. И призвал голод на землю, И всякий стебель хлебный истребил. 755 Грех влечет за собой наказание, Наказание обличает зверонравную жизнь, А обличение производит перемену жизни. И так послал Бог голоса За беззаконную жизнь тогдашних людей. Но в то же время в этом самом Выразилась заботливость его о своих слугах. Бог произвел голод в целях домостроительства, Чтобы, переселившись из-за него в Египет, И там умножившись, Они потом получили во владение землю обетования. Всякий стебель хлебный истребил. То есть во всем, что служит для питания, Произвел он недостаток не только в пшенице, Но и в вещмине, и бабах, и прочем, Чем только живут люди. Так обыкновенно и бывает по гневу Божию во время голода, Чтобы людям нечем было поддерживать свою жизнь. Послал пред ними человека. В рабы продан был Иосиф. Эти слова в одно и то же время Говорят и о злобе братьев и о мудрости Господа. Злобу братьев Господь обратил на пользу. Не то это значит, что он сам заставил их продать брата, Но что он допустил их обнаружить свой злой нрав. А сам воспользовался этим к лучшему. Раба сделал царем И всему народу приготовил переселение в Египет. Будущий народ Божий нужно было сделать Славным и известным посредством совершенных ради него чудес. Потому что такое попечение о нем Ясно свидетельствовало о его Боге И очевидцев просвещало светом богопознания. Стеснили оковами ноги его, В железо вошла душа его, Клеветы жены, искавшие прелюбодеяние, Привели его в темницу. И там по обыкновению возложили на него железные оковы. В железо вошла душа его, То есть ему близко угрожала опасность смерти. Или железом пророк назвал здесь тяжесть и силу испытания. Все это с терпением перенес Иосиф, И по долготерпении его миновали его скорби. Да коли исполнилось слово его, Слово Господне испытало его. Все это претерпевал Иосиф, искушаемый подобно золоту. Бог, знающий все, прежде чем оно делается бытием, Не нуждался, конечно, в испытании чистоты добродетели Иосифа, Но он хотел перед людьми обнаружить его любомудрие И верность истине. Тогда еще не было дано письменного закона, Но для каждого разумного человека Слово Божие заменялось естественным законом, Обладание которым и делает нас разумными. И здесь, доколе пришло слово его, Разумеется, то слово Иосифа, Когда увидев сны о снопах и звездах, Он рассказал об этом отцу и братьям, Пока не исполнилось все это, Он подвергался бедствиям. Послал царь и разрешил его, Владитель народов, и освободил его, Поставил его господином над домом своим И правителем над всем владением своим. И, показывая нравственное следствие этого события, Пророк прибавил, Чтобы наставлял вельмож его по своей душе, И старейшин его учил мудрости. Очищенный огнем, подобно золоту, Согласно со словами пророка, Испытай меня, Господи, И увидишь, он, когда Бог вразумил фараона, Освобождается и получает власть. Не случайно является у фараона эта мысль. Что препятствовало ему, Когда он узнал от Иосифа о голоде, Самого Иосифа отпустить, А запасы хлеба устроить с помощью своих начальников? Но он заботился не столько о запасах хлеба, Сколько о душевной пользе тех, Которых Иосиф мог спасти и научить мудрости, То есть начальников и старцев его, А через них и подданные его должны были сделаться лучшими. И действительно, прославившись объяснением царских снов и получив власть, Иосиф сделался путеводителем всех их богопознанию, Не помощью только слов, Но и своими делами привлекая к тому же самому благочестию. Тогда пришел Израиль в Египет И переселился Иаков в землю Хамову. Сыновья Ноя были Симхам и Афет, У Хама был сын Ханаан, А у этого Мисраим, Что значит Египет, От которого и страна получила название. Следовательно, что Иаков пришел в Египет, Было подобно тому, что Хам, Дед Мисраима, поселился в Египте, Тогда как в так называемой Палестине обитал Ханаан. Когда говорится, что Иаков или Израиль вошел в Египет, То вместе с ним, разумеется, и его дети. В семидесяти душах пришел Иаков в Египет, Говорит Писание. Есть и другое объяснение. Это, говорит, было для патриарха поводом для переселения в Египет. Землей же Хамовым называет Солмопевец Египет, Так как Мисраим был второй сын Хама. Хам, говорит, родил Хуса, первенца, и Мисраима, брата его. Именем Хуса, Священное Писание называет Эфиопию, А именем Мисраима Египет. Иаковом же Израилем называют одного и того же, Первое имя он получил от родителей, А второе дал ему Бог, Напоминая этим названием о бывшем ему божественном явлении. Таким образом, вспомнил Бог о том, Что он обещал Аврааму. Именно, когда Авраам сказал, Как будет это? Бог отвечал, Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Бытие 15.13. И возрастут люди твои, Умножатся и укрепятся на врагов. Об этом свидетельствует и книга Исход, Потому что, говорит, Их чем больше угнетали египтяне, Тем более они размножались, Возрастали и усиливались. Исход 1.12.7. Этим показывает именно, Что умножение их было делом неестественным, Но в силу обетования его. Вместо того, чтобы уменьшиться под влиянием притеснений, Когда дети бросались в реку, И природа насиловалась, Они еще более возрастали. Так что, сделались очень опасными для туземцев. Так и говорил фараон, знавший Иосифа. Вот, этот народ, Израиль, многочислен и сильнее нас. Исход 1.9. Но они не укрепились бы и не умножились бы, Если бы Иосиф не достиг власти и близости к фараону. Возбудил в сердце их ненависть против народа его, И ухищрение против рабов его. После того, как, пользуясь уважением со стороны египтян, Они предались наравне с ними идолослужению, Бог возбудил египтян возненавидеть их И возложить на них тяжкие работы, Чтобы озлобленные они обратились к нему, И он мог исполнить обетование данной Аврааму Относительно земли Хананской. Как Иосифа из Куси он прославил, Показал его через испытания достойным, Так теперь было с народом. Подвергшись испытанию, Они с плачем и воплем обратились к Богу их. Вот для чего и уважение к ним со стороны египтян Превратилось в ненависть. В самом деле, пользуясь уважением их, Евреи забыли Бога отцов своих И сделались участниками их идолослужения, Как говорит Иисус Новин. И ныне убойтесь Господа И послужите Ему в правде и правоте, И отвергните богов чуждых, В котором служили отцы ваши по ту сторону реки в Египте. Иисус Новин 24.14 Превратил же Господь сердце египтян не силою, Но попуская свободному их произволению. А лукавство их состояло в том, Что они сначала заставляли бабок Убивать еврейских младенцев мужеского болла, А потом приказывали бросать их в реку. Однако всех этих сетей смерти Народ еврейский избег Послал Моисея раба своего Аарона, Которого избрал. Они показали между ними слова знамений его И чудеса его в земле Хамовой 757. Рассказ Псалмоперса согласен с историей. Вкратце он говорит, что достаточно наказав народ еврейский По заслугам его, Бог посылает к нему тех, через которых сотворил чудеса. С одной стороны наказывая египтян, С другой утверждая евреев в познании себя. Причину же знамений он раскрыл только Моисею с братом. Так как они одни были разумными, То им одним он и показал разумные понимания, Чтобы они знали, по какой причине Вода обратилась у египтян в кровь, Какая была причина каждого явления в отдельности, Почему эти явления совершились в таком порядке, И чему они служат образами или символами. Так как не все в силах сами по себе удаляются от вредного, То столь слабым Бог посылает сильных, В качестве путеводителей и вождей на пути к добру. Таковы суть закон Божий в лице Моисея И священническое слово, Носителем которого был Аарон. Они двигали языком, Служили устами Богу, И издавали слова, А вся сила исходила от него. Послал тьму и сделал мрак, И не воспротивились слову его. И дивные слуги не противоречили божественным повелениям, Но исполняли то, что Бог приказывал, И навели на Египет продолжительнейшую и трехдневную ночь, Или лучше сказать, Тьму мрачнее самой ночи, Потому что ночь, хотя бы была без луны, Умирается блеском звезд, А эту тьму священное писание называет доступной осязанию. Заботясь о своем народе, Бог не подвергал египтян каким-либо великим бедствием. Всесильная рука его не бессильна была, конечно, И злит на них полную чашу гнева, Наслав на них львов, медведи, голод, мор или смерть. Однако наказывала их иными средствами, Мало-помалу и самих призывая к покаянию. Величайшее зло было причинено ими народу Не тем, что они заставляли их делать глину и кирпичи, Но тем, что научили его почитать идолов. Поэтому он и наказывал тех, Которые вводили в заблуждение, Приводя их к познанию владыки всех. Причем самая тварь, ими обоготворяемая, Употреблялась им в качестве орудий наказания. Воздух обращался во тьму, Вода в кровь, Земля производила лягушек, Огонь странным образом приносился Вместе с дождем и градом, И тьма, посланная от Бога, Не противилась, говорит пророк его словам, И не раздражала его, Но послушно распространилась Исключительно в Египте. Между тем, говорит Писание, Сынам Израилем был свет. Исход 10.23 И в самом деле, Если бы тьма была во всем мире, Как можно было бы сказать, Что она оставалась в течение трех дней и трех ночей? Как можно было бы разграничить дни и ночи На протяжении этой одной исключительной ночи? Но чтобы никто не мог сказать, Что это было затмение или вообще дело природы, И евреи, жившие в той же самой стране, Не очищали действия этой казни, Как было это и при других казнях. Приложил воду их в кровь И уморил рыбу их. Значит, не цвет только воды, Но и самое качество вкуса он изменил, Так что погибли все породы. Земля их произвела множество жаб, Даже в спальне царей их. Так как они бросали в реку еврейских детей, То и самая вода реки превращалась в кровь, Обличая, как она была осквернена убийством. Отсюда же произвел господь и жаб, Ползавших подобным младенцам, Которых они умерщвляли, Заползавших в дома И проникавших в самые покои царей. Пророк именно упоминает О царских сокровищницах, Чтобы показать силу чуда, Даже множество слуг или солдат, Охранявших обыкновенно царский дворец, Не могло помешать нашествию Жаб во дворец. Он сказал, И пришли разные насекомые, Скнипы, Во все пределы их. За словом следовало дело. Как только повелел Бог И сказал Моисей, Тотчас пёс и мухи, Искнипы, комары, Наполнили страну, Не минуя египетских пределов, И не причиняя вреда другим людям, Но являясь наказанием Только для этих врагов Бога. Эта именно мысль заключается В словах во все пределы их. То есть вне пределов египетских Ничего подобного не наблюдалось. Вместо дождя послал на них град, Палящий огонь на землю их, И побил виноград их, И смоковницы их, И сокрушил дерева в пределах их. Облака изменили Свои обычные отправления, И вместо дождя и влаги Порождали град, И вместе с градом Разражались громы и молнии, И взаимопротивоположные стихии. Огонь и вода не уничтожали друг друга, Ни огонь не расплавлял ледяного града, Ни вода не погашала огня. Но оставивши природную борьбу, Они согласно порождали египтян И обличали их зверство, Что, будучи людьми, Они не стыдились природы, Но своих собратьев Угнетали горьким рабством. Ради этого и виноградники, И смоковницы их, И все прочие виды растений Совершенно уничтожались Этими явлениями. Сказал, И пришла саранча, И гусеницы без числа, И съели всю траву на земле их, И съели плоды на полях их. Градом и огнем Уничтожил Господь деревья, А гусеницы и саранча Опустошили болота, Луга и нивы. Не только плоды, Но и самую траву они поели. И это необычно, Что в одно и то же время Явились гусеницы и саранча, Потому что или саранча, Появившиеся первоначально, Производят гусениц, Или гусеницы, возросшие, Делаются саранчой. Так что одно прежде, Другое следует некоторое время спустя. Но так как здесь мы имеем дело с чудом, И это явление произошло по повелению Божию, То вместе явились и гусеницы, И саранча, И пожрали вместе с травой и плоды. Так что все, что служило для питания людей и скотов, Было уничтожено. И поразил всякого первенца в земле их, Начатки всей силы их. 759. Это было для египтян последней казнью, После которой они стали побуждать иудеев Поскорее выйти от них. Теперь всякий дом наполнился плачем и рыданиями. Так как все первенцы их были поражены смертью в одно время, В этот раз еще более тяжкий удар постиг их. После того, как они оставались Нечувствительными к прежним казням, Господь уязвил их в том, Что было для них дороже. И вылил израильтян серебром и золотом, И не было в коленах их болящего. После того, как египтяне не позволяли иудеям взять даже их собственного имущества, Теперь сверх своего они взяли и богатство египтян, Получив золото и серебро, как бы в плату за тяжкое рабство. И повеление Божие, по которому произошло это, не было несправедливым. Для угнетателя это было наказанием, А для угнетенных вознаграждением. И не было в коленах их болящего. Постигшие египтян казни их не коснулись. Бог повелел им обобрать египтян, как побежденных, И притом обязанных вознаградить их за долговременное рабство. Но замечательно было и то, Что из страны, пострадавшей самым жестоким образом, Они вышли невредимыми. Все до одного из стольких тысяч, Так что никто не остался в Египте, Никто не был задержан телесной помощью, немощью. Так предал истории Моисей. Обрадовался Египет и шестью их, Ибо страх от них напал на него. И так они были измучены всякими бедствиями, Что освобождение евреев сошли благодеянием для себя. Простер облаков, покров им, И огонь, чтобы светить им ночью. Одно и то же облако днем служило для них шатром И защищало от знойных лучей, А ночью делаясь огневидным, Освещало им путь. Просили, и он послал перепелов, И хлебом небесным насыщал их. Когда они пожелали мяса, Доставил им и в добычу птиц, Без всякого с их стороны труда. А когда нуждались в хлебе, Послал его с неба, Из облаков подавая не дождь, А самую пищу. Называет манной не потому, Чтобы она имела происхождение с самого неба, Но вообще сверху, из воздуха, Что Священное Писание также называет небом. И вместе с тем, и потому, Что она служила прообразом небесного хлеба, Дарованного церкви в таинстве Евхаристии. Разверз камень, и потекли воды, Потекли рекою по местам сухим. Утолил и жажду их Необычайным порождением скалы. В безводной сухой пустыне Повелел явиться рекам, Называет реками потоки, Изведенных из скалы вод. Если читать реками, То ты можешь сказать, Что хотя из истории известно, Переходе их только через Ярдан, Но они были бы в состоянии Перейти через другие реки, Если бы они явились Препятствием на пути. Разверз камень, И потекли воды, Рекою по местам сухим, Ибо вспомнил он святое слово Своё к Аврааму, рабу своему, И вывел народ свой в радости, Избранных своих в веселье. Не ложно было то, Что Бог обещал патриархам Относительно умножения семени их Числом и славой. И Моихея во второзаконии Говорил евреям, Не говори правды ради моих, Извёл меня Господь из земли египетской, Но клятвы ради, Который клялся отцам вашим, В второзаконии 11.4. Потому что Бог, Творящий милости до тысячи родов его, Вместе с тем наставляет и потомков их, Чтобы они сохранили оправдание его. Исход 26. И дал им земли народу, И они наследовали труд иноплеменных. Он не только освободил их от рабства египтянам, Но и даровал им землю хананеев, И сделал их господами чужих трудов, И тех наказав по справедливости, И собственные обетования исполнив. Отчетая изгнание прежних обитателей Палестины Не было делом несправедливым. Это Господь показал и тем, Что посредством закона запретил иудеям Подражать жизни тех, И тем, что давая обетование Аврааму, Объяснил ему, Почему не тотчас тогда дает ему Ту землю во владение, Но оставляет его пришельцам на долгое время. Ибо Не исполнились еще грехи амареев до ныне. То есть они еще не заслужили гибели, И несправедливо подвергнуть их наказание, Или произнести над ними осуждение, Только в предведении больших грехов, Но должно обождать конца дела. Я пользуюсь мерой и управляю весом, И у меня нет ничего невзвешенного. Поэтому, подождав в течение четырехсот лет, Тогда только и тех изгнал, И этим исполнил обетование, Чтобы соблюдали уставы его И сохранили законы его. Аллилуйя! Он дал им, говорит, землю, которую обещал, Дав в то же время им закон, И повелел жить по нему.